Этот курс был придуман достаточно давно, мы его проводим около 10 лет, он видоизменяется. И с 2018 года мы включили в этот курс работу на живых животных, моделируя работу в желудочковой системе головного мозга человеком, моделируя это на брюшной полости крыс. Соответственно, почувствовать, что такое живая ткань, почувствовать, как реагирует на инструмент, почувствовать, как увидеть, как ведет себя инструмент в жидкостной среде, увидит, как себя ведет инструмент с темой с той или иной тканью, как бороться с кровотечением, какова плотность ткани, понять разницу масштабов между зрением в обычной среде и зрением через эндоскоп с увеличением и работе с живыми тканями с увеличением. В этом уникальность курса. В первый день работа ведется на муляжах головного мозга с сформированной желудочковой системой. Это силиконовый мозг, который не дает ощущения ткани, но позволяет как раз-таки начать ориентироваться в эндоскопической среде. Среда с увеличением, среда 2D и движение рук снаружи и движение инструмента под увеличением – это две большие разницы. Конечно, все сопровождается большой лекционной частью, начинаем мы и с анатомии, и дальше патологической анатомии, вариации этой нормальной анатомии, вариации патологической анатомии желудочковой системы головного мозга и возможные характеристики, особенности образований как нормальных, так и патологических головного мозга. В презентациях представлен очень наглядный видеоматериал тех случаев, которые встречались за нашу многолетнюю работу. В курсе представлены способы работы с гибким эндоскопом, работе с фиброоптикой, которую тоже можно использовать, и используется она редко. Почерпнуть это подчас негде. В нашем курсе это представлено. В курсе представлена тема работы с пациентами с кровоизлияниями, пациентов с инсультами, с внутримозговыми, внутрижелудочковыми гематомами, способами их удаления эндоскопических операций, сроки этих операций, методика этих операций, методика остановки кровотечения, и, конечно, все подтверждается реальными результатами нашей работы. В настоящее время эндоскопическая хирургия охватывает практически все разделы нейрохирургии – обычной, традиционной, микроскопической. И все эти разделы представлены в нашем курсе. Это возможность удаления инородных тел головного мозга, желудочковой системы головного мозга. Это возможность биопсии как и внутрижелудочковых опухолей, так и паранохиматозных опухолей. Операции на кистах головного мозга, операции на внутрижелудочковых патологических образованиях и на внежелудочковых патологических образованиях. Курс по нейроэндоскопии нам очень понравился, потому что он был очень иллюстративный, много материала по разным нейрохирургическим нозологиям. Очень приятно, что удалось вручную поработать на лабораторных животных с использованием эндоскопической техники. На мой взгляд, этот курс был очень интересен, потому что мы смогли прикоснуться к опыту коллеги, который уже прошел довольно большой путь в вопросе нейроэндоскопии. И помимо всего остального, помимо живой дискуссии, было возможность отработать каких-то навыков. Сначала просто знакомство с аппаратурой на муляжах, а дальше довольно интересный первый рассвет. Такое я видел, он работает на вручной полости крысы, где довольно точно можно смоделировать те события, которые могут происходить в голове. В общем, в целом курс понравился и считаю очень полезным. Спасибо. 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 Спасибо.